Наибольший вклад в инфляцию вносят продукты питания. Вы в магазин ходите, видите, что картофель у нас стоит 130-140 тенге. Никогда такого не было. Мы в этом году по овощам с 4,2 миллионов тонн до 4,9 миллионов тонн подняли. Полностью по картофелю, по капусте, по моркови полностью мы закрыли свою потребность. Я думаю, что эта ситуация будет продолжаться. Что касается огурцов и помидоров, получается у нас ежегодно. В октябре, в ноябре, это не первый год, в октябре, в ноябре у нас открытый грунт заканчивается. Продукция уходит с рынков и появляется взамен их закрытый грунт. Закрытый грунт, он дороже получается. Высокая инфляция, то есть сильный рост цен буквально разъедает все положительные достижения экономики. Она пожирает доходы, снижая покупательскую способность, говорят экономисты. Причин инфляции несколько, но основная – импорт. Значительная часть продовольственных товаров у нас импортируется, в том числе из той же России. Казахстан так и не обеспечил себе продовольственную безопасность. И пока мы импортируем большинство товаров, мы таки будем переплачивать доллары, говорят экономисты. Вообще в прошлом году был, 21-й год, товарооборот был 101 миллиард. В них был 61 миллиард экспорт, 40 миллиард импорта. Уже по итогам 15 ноября у нас сейчас товарооборот 98,4 миллиарда. То есть мы хорошо растем. Экспорты из них составляют 64 миллиарда. Мы выросли почти на 47 процентов. По экспорту импорт составляет 34 миллиарда. А продукты питания из них какая сумма? Где-то процентов, наверное, 20 в них составляют продукты питания. Есть ли те продукты, которые мы можем вырастить у нас? Да. На своей земле. Есть ли такие продукты? Есть такие продукты. Какие? Практически все мы выращиваем у нас, но не в достаточном количестве. Мы выращиваем картошки достаточно, чтобы экспортировать сейчас. Но мы не можем ее хранить, скажем, до апреля месяца. Поэтому в апреле месяце, в конце марта мы должны ее откуда-то завозить. Вот мы сейчас едем в Узбекистан. Узбекистан сейчас нуждается в нашей картошке и морковке, чтобы заключить договор с ними. Сейчас мы готовы централизованно им продать картошку и морковку, чтобы потом у них купить централизованно в марте, в апреле тоже картошку и морковку. Ну, соответственно, надо, чтобы уровень цены был нормальный. На самом деле механизмов борьбы с инфляцией не так много в любой экономике. Неважно, рыночная она или даже плановая, попытка прямого регулирования цен оборачивается двумя возможными последствиями, уверены экономисты. Первое – дефицит и черный рынок. Второе – возможные последствия сжатия пружины. В момент окончания поддержки пружина перестает сдерживаться и буквально выстреливает цены в небо. Боржанша Ахмед Ахмедяль Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.